не смогут взять кредит как собирается двумя хлебами и пятью рыбами накормить роман васильевич 70 тысяч автолюбителей из ассоциации казахстанского автобизнеса кто будет гарантировать эти кредиты вот это хороший вопрос главные механизмы рыночного ценообразования это министры и акимы и толку от них особо не было общий привет до 100 с вами я вадим барейка и канал гибер барей 23 февраля в интервью телеканалу хабар 24 первый вице-премьер роман скляр пообещал 100 миллиардов тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля уже наступила последняя декада месяца и мы ждем обещанного поэтому теме автомобильных кредитов будет посвящена вторая часть интервью с берегом за и ровом председателем комитета по развитию малого и среднего бизнеса нацпалаты предпринимателей от амикен а также независимым директором членом совета директоров акционерного общества жасыл дому которая как раз и распоряжается деньгами утились сбора на которые и будет осуществляться это автомобильное кредитование берег добрый день еще раз добрый день какова предельная сумма одного кредита будет 10 миллионов тенге таким образом сколько будет удовлетворено кредитных заявок если все кредиты будут по 10 миллионов то до 100 миллиардов делим на 10 миллионов получается 10 тысяч 10 тысяч ну там же автомобили могут и стоит и подешевле вот сколько средняя цена автомобиля наверно в среднем так и будет потому что там если потом семь восемь миллионов а если дороже там до 15 миллионов есть предельная стоимость поэтому на среднем и будет 10 миллионов хорошо значит на это обостановимся а какого спрос на новые автомобили они там заявляют 100 тысяч в прошлом году не около 100 тысяч автомобилей произвели и 100 тысяч автомобиль до 100 тысяч автомобилей произвели а вот на 10 тысяч автомобилей будет будет выделено автокредитов получается значит всего десятая часть окей еще одна цитата работа василища скляра понятно что сегмент это недорогие автомобили для наибольшего охвата таким образом 71 тысячи наших граждан смогут приобрести автомобиль новый автомобиль по доступной цене и доступные кредитные ресурсы я поделил 100 миллиардов тенге на 70 тысяч автомобилей и у меня получилось что один автомобиль должен стоить ну чуть больше одного миллиона 400 тысяч тенге или чуть больше трех тысяч долларов сейчас есть такие автомобили по данным цен нету то сейчас вот 10 тысяч автомобилей 100 миллиардов на 10 тысяч автомобилей примерно так вот я обожаю следить за арифметическими действиями наших больших чиновников они наверное думают что никто не умеет считать и в уме или ни у кого нет калькулятора да кстати говоря вот на предыдущую программу автокредитования которая сейчас насколько я знаю приостановлено да на нее банк развития казахстана выделял 159 миллиардов тенге и было удовлетворено 30 тысяч заявок на эти займы то есть в среднем автомобиль по старым расценкам стоят 5 миллиардов тенге что правда да примерно да похоже на а эта программа была начата кстати в 2015 году а сейчас я уже со всех сторон слышу что автомобили выросли в цене вдвое да вот так и получается да вот как собирается вот двумя хлебами и пятью рыбами накормить роман васильевич 70 тысяч автолюбителей это вопрос мы ему и адресуем значит недавно ассоциация казахстанского автобизнеса опубликовала очередной отчет за первый квартал по продажам я его с собой захватил он коротенький вот самую выгодную цифру они вытащили естественно заголовок и пишут что в марте произведено на 28 процентов больше автомобилей по сравнению значит с аналогичным периодом прошлого года но если заглянуть в текст то мы видим что всего за первые три месяца этого года было произведено 22 419 автомобилей против 24 196 за первый квартал 21 года таким образом производство снизилось на 8 процентов за этот год то есть из этой цифры мы можем экстраполировать общее производство за год за этот допустим 22400 умножаем на 4 квартала получится около 90 90 тысяч до автокредитом воспользуются 10 тысяч а это вот много или мало не знаю много или мало вот вы же занимались автокредитованием ну на мой взгляд все-таки лучше бы от меня снизили ставку те сбора до 100 тысяч тенге от меня и сбор за первичную регистрацию сдвинули бы до 10 лет они до трех лет и тогда бы в казахстан поступали бы более доступные качественные автомобили и можно было просто собрать деньги и купить за наличный расчет доступный качестве автомобиля не переплачивая может быть даже за 5 миллионов можно было купить этот автомобиль и не нужно было тогда покупать за 10 миллионов автомобиль новый в кредит потом за него переплачивать поэтому здесь много или мало я от 90 тысяч 10 тысяч это много или мало затрудняется встретить чуть позже мы взвесим плюсы и минусы вот этой акции а пока пойдем дальше вот в условиях автокредитования сказано стоимость транспортного средства не более 15 миллионов тенге если сам кредит ограничен десятью миллионами какой смысл вот остальные значит кредитор должен доплачивать из своего кармана правильно да сразу какой смысл вот установить вот этот потолок в стоимости машины ну наверное их логика была в том чтобы именно кредиты взяли на такие на средние автомобили не на дорогие автомобилей как можно больше людей воспользоваться этим кредитом а так бы теоретически могли бы за 30 миллионов купить автомобиль у которого больше денег и просто 10 миллионов взял бы в кредит 20 миллионов за наличку наличка оплатил бы чтобы от таких отсеять такое сделали ограничение какой размер первоначального взноса вот по этой программе 0 процентов можно хорошо будем считать ништяков а на сколько лет дается льготный кредит до 7 лет тоже нормально из таким образом сколько человек в итоге заплатит за машину но если просто умножать 4 на 7 тогда 28 процентов но там он чуть по-другому считается ну где-то около 20 25 процентов переплачивать потому что он будет каждый месяц отдавать кредит где-то 20 25 процентов переплачивает то есть таким образом если машина в салоне будет стоить 10 миллионов то за 12 миллионов придется ему около 13 миллионов понятно а известно кто будет гарантировать эти кредиты вот это хороший вопрос мне неизвестно потому что автокредиты доля проблемных кредитов в автокредитах очень высокая а почему не проблемные потому что когда человек покупал под залог недвижимости или ипотека в залог ставится сама недвижимость и потом можно просто продать недвижимости закрыть кредита вот когда покупается автомобиль залог ставится сам автомобиль а с этим автомобилем все что угодно может учиться и аварии поломка и он не в цене может потерять он просто будет тупо стареть и дает стоимость средств поэтому вот по вот интересно кто гарантом опять наверно государство будет гарантом потому что банки же просто вот эти четыре процента они зарабатывают это их маржа они на этом живут а вот гарантировать скорее всего будет государство я тут вижу дырку вот в этой программе вот в этом тоже нету гаранта да обратим внимание правительство на это дело а известно ли банки будут делать какие-то свои накрутки насколько мне известно нет четыре процента как вот озвучилось так и будет мы все плюсы перечислили эта программа плюсы плюсы наверно те давайте сейчас обратимся к возможным подводным камням и прочим капканам и засадам вот сто миллиардов выдает не государство это утилизационные платежи которые вбивались в цену автомобиля купленного давно таким образом фактически вот старые назовем их условно так автовладельцы это они кредитуют новых покупателей машин правильно да своего рода получилась черная касса на черная касса а еще попутно значит финансируем из этих денег автопром и кормим банки да да выгода приобретатель это автопром и банки банкам просто так вот деньги четыре процента на четырех процентах они живут автопром это увеличение их продаж и кстати фактически гарантированный сбыт гарантированный сбыт и возможное увеличение цен это будет за счет кредитов потому что когда дают льготные кредиты значит получать спрос увеличивается если машин будет мало будут дефицит вот сейчас же очереди до сих пор есть значит получается могут и цены подняться на автомобиле а вот 29 марта специально выписал себе цитату министра индустрии и инфраструктурного развития кайрбека усхинбаева он сказал дословно следующее на казахстанские автомобили пока мы такой большой рост цен не планируем и планируем у нас плановое хозяйство да но цены каждый день скачут поэтому сложно сказать какая цена будет завтра ну это то о чем вы говорите но по многим позициям идет тенденция даже к снижению это по каким позициям не знаю о чем он говорит мы конечно знаем что казахстане главные механизмы рыночного ценообразования это министры и акимы да вот поэтому он говорит не планируем но все же вот вы говорили что вот эта программа может разогнать цены насколько примерно я не знаю насколько но вот если вы помните в прошлом году же утвердили вот эту что можно было брать пенсионные деньги и получается цены на недвижимость выросли больше чем люди взяли этих пенсионных денег поэтому даже толку от них особо не было а вот здесь ну как бы для кого-то и было но в целом если посмотреть в общем то цены сильно выросли по автокредитам тоже самое может произойти и так у нас дефицит и так у нас высокие цены сейчас еще пойдут эти автокредиты льготные и что интересно получается кредитами то воспользуется можно сказать средний класс у которого хорошая зарплата и который который могут позволить обслуживать этот кредит а те люди у которых нет такой зарплаты они они не смогут купить ну не вспомню не смогут взять кредит а тем более такой дорогой автомобиль купить ну то есть их железная лошадь кормилица семьи она просто-напросто устареет еще на семь лет да будет не 21 год сейчас средний возраст автомобиля 28 да если ничего не изменится еще раз напомню что сказал скляр 23 февраля сейчас средства в размере 200 миллиардов тенге которые свободных остатках находится на счетах жасыл дому должны быть использованы его благоу населения значит 100 миллиардов пойдут на льготные автокредиты 30 на обновление автобусных парков в регионах а 70 миллиардов куда я не знаю куда они пойдут пока по плану таки не знаю но вы не интересовались вот просто дому же суды я этим не интересовался мне больше интересно было вопрос по этим 100 миллиардом почему деньги от утиль сбора должны идти на льготное автокредитование по сути в экологическом кодексе нет такого что деньги от утиль сбора можно направить на льготное автокредитование там есть такое что можно направить их на финансирование обрабатывающей промышленности но здесь деньги идут не туда же идут на льготные автокредиты поэтому здесь большой вопрос что жасыл дому по идее не имеет права эти деньги отдавать и сейчас как мне известно это постановление по льготным автокредитам находится в канцелярии правительства и надеюсь их юристы все-таки изучат все досконально и заблокируют это решение потому что если они как минимум если даже будет постановление правительства опять придет это все на совет директоров жасыл дому и я как член совета директоров должен буду в том числе принимать решение чтобы чтобы переправить 100 миллиардов тенге на льготное автокредитование но я считаю что это неправильно я знаю что в новом экологическом кодексе вот расписаны и функции обязанности оператора расширенных обязательств производителей тогда имелся ввиду конкретный вот этот частный оператор об а про него еще в пятнадцатом году подписал постановление когда был премьер-министром карим массивов который сейчас находится там же где и бывшие гендиректоры да и и вице-министр значит таким образом вы утверждаете что это еще и противозаконно да автокредитование это получается сейчас опять же идет какое-то давление на всех и массированная таков сми о том что будут будут автокредиты и но на самом деле законно ли это незаконно это еще нужно разбираться на мой взгляд это незаконно и поэтому в будущем если также будут отматывать как по оператор роб те лица которые вот подписывали это все тоже могут понести ответственность вы назвали в предварительном разговоре если годные автокредиты кабалой вот поясните пожалуйста потому что человек но это наверно может больше мое личное мнение что человек получает кредит и он должен за него отдавать там вот эти семь лет и при этом у него в активе что это можно сказать не актив это пассив автомобиль который постоянно обесценивается и случае что он в какой-то через год через два он не сможет продав этот автомобиль рассчитаться с кредитом бывали допустим бывали случаи примеры когда люди допустим продают автомобиль потом еще остаются должны банку поэтому я не считаю что это прям помощь населению а что он еще операции да это больше это это стимулирование это пиар акция первое второе это стимулирование продаж нашего автопрома и третье кстати банки тоже банком поддержка двигаться немножко то есть получается уже у нас два лоббиста до автопром и банки вот программа же льгот льготного автокредитования она же существовала же до 2015 года а какое отличие у нее было раньше деньги получается выделяла государство а сейчас через какой через банк развития казахстана да а сейчас получатся деньги за счет денег утилиционного сбора которые которые люди заплатили в оператор оператору перенаправил жасл дому а теперь жасл дому можно сказать принудительно отправляют на автокредиты а вы не в курсе кому принадлежит эта идея вот такой схемы нового льготного автокредита но на рабочих группах когда мы обсуждали по утиль сбору там вот представители палате не на спать вот когда по утиль сбору мы обсуждали на площадке мин экологии я слышал от представителей автобизнеса от автопрома слышал то что они говорят давайте что наоборот эти деньги направим на льготных кредитования чтобы это было благо для населения так кто это говорил я не помню кто говорит ну из какой структуры вроде бы из ассоциации казахстанского автобизнеса из закаба такое говорили а то есть фактически за этим снова стоит лаврентиев впервые я вот от них услышал про льготные автокредитования про то чтобы деньги от утиль сбора направить на льготные автокредитования то есть автовладельцы могут здесь грубо говоря попасть да да с этим делом да вот но у нас же правительство почти никогда не держит обещание по срокам вот уже осталось всего меньше 10 дней до исполнения обещанного как вы думаете подпишу вы поставили или нет я надеюсь что не подпишут я надеюсь что юристы проверят все это и что выявят что незаконно направлять деньги от утиль сбора который собрали люди на на льготные автокредитования я могу рассказать из практики вот по мсб да что есть люди которые просят предприниматели не выплачивать им официально зарплату потому что они закредитованы потому что их мучают коллекторы и что они не могут просто когда официально зарплата идет они получаются у них сразу удерживаются зарплаты погашение по кредиту поэтому я считаю что это точно не помощь для населения учитывая вот высокую закредитованность нашего населения и то что несмотря на нее у нас граждане очень любят брать кредиты не думая как они будут их выплачивать то есть это может еще усугубить спасибо за беседу берег а вы дорогие зрители подписывайтесь на канал гиперболей нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о каждом нашем ежедневном выпуске ставьте лайки пишите комменты делитесь ссылками на это видео в своих социальных сетях чатах и мессенджерах и я всегда искренне признателен вам за донаты без них канал гиперболей просто не выходил бы поэтому кооп рахмет огромное всем спасибо мы делаем гиперболей вместе перечислить донат легко вы это сделаете можете сделать либо по номеру телефона на каспий либо по номеру карточки каспий gold и также можно перечислить на каспий пей но это можно сделать только с десктопа то есть настольного компьютера нужно открыть описание кликнуть слово еще вот вы видите ссылку кликайте и и появляется qr-код ип гиперболей это мое и п открывайте приложение каспий нажимаете каспий qr наводите появляется окошко туда забиваете сумму и пишите где приятные слова передаете привет вот и все и таким образом вы помогли каналу гиперболей на этом я с вами ненадолго прощаюсь с ау бонус дар а ну давай давай скорей оцени новый выпуск на гиперболей гри-гри-гри гиперболей гри-гри-гри это супер